Что мы взяли 60 сантиметров, чтобы сравняться с улицей, и мы платим по факту за эту землю. Ирина Медведева живёт в частном доме на улице Зияша-Бектенова. Несколько дней назад здесь начался ремонт дороги. Однако Ирина Медведева и её соседи недовольны начавшимися работами. Почему они начали это делать в зиму? Почему нельзя было предупредить нас и сказать, мы будем делать так-то. До весны нам сказали, вообще никаких тут строительных работ не планируется. Они пришли в три дня, поставили, там поставили знаки и начали всё это шкаблить. На другой стороне улицы стоят два многоэтажных дома. Их жители недовольны качеством ремонта. Их беспокоит высокий уровень строящейся дороги. И мало того, что вот это заложено, ещё нам говорят тротуар, арык. От души нас закроют. И мы не имеем права ни на какие санитарные нормы, нам так говорят. Вот будет голый асфальт, и здесь будут стоять машины. В зимнее время они греются по полчаса. И в квартирах получаются газовые камеры. Ремонт дороги стал причиной разногласий между жителями частных домов и многоэтажки. Они обвиняют друг друга в незаконном строительстве заборов и дома. Это решение горисполкома было. Это раньше так решалось. Это фрузовский горисполком выделял, там все нормативно-правовые акты есть на руках. Какие-то незаконные. О чём разговор? Это болтовняча. Вот этот дом Биг-Тенов-5 построен в 89-90-х годах. Два блока. Это кооперативный дом. Мы на свои средства его ещё будущей работы на заводах получали. На свои средства построили. То есть сейчас называется частный, как сейчас строят, на паи. В управлении капитального строительства мэрии утверждают, что ремонт дороги ведётся соблюдением всех норм. Согласно информации УКС, ремонт этого отрезка улиц из Яша-Бегтенова планируется завершить к концу ноября. Улица будет расширена до 7 метров. С двух сторон будут проложены тротуары.